Приветствую вас, уважаемый зритель! В этом видео мы поговорим о маркетинг-плане компании APL GO и рассмотрим, какие чеки вы сможете иметь в APL GO. Если вы относитесь к тем людям, которые пришли именно на бизнес, то, конечно, этот вопрос вас волнует. Он волнует и новичков, и уже не новичков в бизнесе сетевого маркетинга. Какие же деньги можно здесь зарабатывать? Давайте посмотрим. Вот чеки, которые представлены на сцене. И это фактически порядка 4 тысяч евро ежемесячно. Я знаю, что большинство людей, которые пришли в сетевой бизнес, они хотели бы получать эти деньги, но часто не зарабатывают, потому что не та компания, не тот маркетинг, не тот продукт, не те спонсоры, чего-то не умеют, но здесь вас всему научат. И вы можете зарабатывать и такие чеки, и 5 тысяч евро в месяц. И больше. И 6 тысяч евро в месяц, потому что это чеки не за год. Это чеки за 9 месяцев, потому что мероприятия проводятся 11 ноября. И учитывается первые 9 месяцев года. То есть по сентябрь включительно, потому что в октябре идет много работы по анализу работы за год, по подготовке мероприятия. И вот только за первые 9 месяцев мы с вами видим доходы. Но вот то, к чему стоит стремиться. 208, 254, 366 тысяч евро за год, а это уже больше 30 тысяч евро в месяц. И это конечно очень интересно. Но а миллион 8 тысяч евро или миллион 47 тысяч евро, ну совсем классно. И опять же это всего лишь за 9 месяцев. Поэтому давайте рассмотрим, как можно зарабатывать такие деньги в компании APL. Чтобы делать бизнес, нужно делать всего лишь 2 простых действия. Это использовать продукт, это естественно, это нормально. Вы должны стать продуктом своего продукта. И рассказывать и о продукте, и о возможностях дохода. Давайте посмотрим вначале на варианты входа в бизнес APL. У нас очень широкая линейка для первичного пакета. Это может быть 100, УЕ, 200, 400, 600, 1800 и 3000. Естественно, каждый пакет предполагает свои возможности дохода. И здесь важно понимать, что самый высокий уровень дохода у тех людей, которые входят на самый высокий пакет, это 3000 УЕ. Но если вы вошли на 100, у вас всегда есть возможность сделать апгрейд. Вы можете выйти потом на 200, на 400, на 600 и постепенно зайти до 3000 УЕ. Конечно, растягивание не ведет к хорошим результатам. И трудно рассчитывать на очень большие доходы, но тем не менее, такой вариант есть. Итак, у нас 6 вариантов входа в бизнес и 15 вариантов дохода. Мы коснемся только 4 вот этих основных. Стартовый, групповой, лидерский и структурный бонус. Вот эти начальные, это для клиента в основном. Вот эти специальные, ну, они открываются позже, через год, может быть чуть раньше или позже. А люксовые тем более открываются позже. Главное, на первом этапе, в первый год, вот эти 4 бонуса. Именно о них мы с вами и будем говорить. Итак, регистрация в компании APL стоит 25 условных единиц. Фактически, с 25 УЕ вы можете начинать бизнес. Хотя, при этом вы не имеете продукта, у вас нет многих видов дохода. И вы можете зарабатывать какие-то небольшие деньги. Главное, у вас при этом есть ссылка для приглашения своих партнеров. Поэтому, если у вас денег нет вообще, ну, это самый такой плохой, крайний вариант начать с 25 УЕ. Давайте посмотрим, что такое УЕ. Это условная единица, которая в каждой стране своя. Например, для России одна условная единица это 50 рублей. Для Украины 25 гривен, для Казахстана 270 тенге. Для Беларуси порядка полутора белорусских рублей. США это 1 доллар. Европа это 1 евро. Ну, в Турции, например, 5,5 лир. Фактически, получается, во всех странах, кроме европейских и США, мы имеем льготную стоимость продукта в большей или меньшей степени. И каждый у нас пакет, например, 100 УЕ, он стоит не 100 долларов, а для России это всего лишь 5000 рублей. Это в полтора раза ниже, чем 100 долларов. И это важно понимать и объяснить новичкам с самого начала. Итак, первый бонус, с которым начнем, это стартовый бонус. Это как раз те деньги, которые вы получаете за личное приглашение клиента или партнера в бизнес APL. И здесь фиксированный стартовый бонус. Вне зависимости, на каком вы пакете, вы получаете фиксированную сумму. Это либо 10 УЕ, 20, 60, 105, 360, либо 600 УЕ с максимального пакета 3000. То есть, минимальный пакет 100 и 200 дают вам 10% от входа вашего лично приглашенного партнера. Потом 15, 17,5 и два самых высоких пакета 1800 и 3000 дают вам 20% от суммы входа вашего лично приглашенного партнера. Уже это говорит в пользу того, что желательно приглашать на высокие пакеты. Но если вы сами на пакете 100, то будьте уверены, что к вам люди придут на пакет 100. Может быть, кто-то на 200, но выше уже вряд ли. Если же вы сами на пакете 3000, то вы об этом говорите, вы это позиционируете, говорите, что это лучший вариант входа. И тогда те люди, которые вас слушают, думают, ну да, как бы денег нет, но он уже зашел на 3, значит и мне где-то нужно искать 3. Так работает человеческая логика. Люди смотрят не на то, что вы им говорите, а на то, что вы делаете и повторяют ваши действия. Поэтому лучший вариант это 3000 с самого начала. Вы порадуетесь за того, кто вас пригласил, он заработает от этого 600 уе. И порадуетесь за себя, потому что при этом вы будете иметь максимальные выплаты на всех остальных бонусах. Посмотрим второй, групповой бонус. Это бинарный бонус. И здесь идет начисление ваших доходов от товарооборота вашей структуры. Но расчет идет с оборота меньшей ветки. В бинаре всегда есть две ветки. Одна опережающая, вторая отстающая. И компания отслеживает вашу активность именно от оборота меньшей ветки. Именно туда вам нужно вкладывать больше сил и энергии. И вот здесь уже вы получаете дифференцированный доход в зависимости от того, на каком вы пакете. И когда к вам подключаются новые партнеры, 40% от их уе идет именно в групповой или бинарный бонус. И вы получаете в зависимости от того, на каком вы пакете. 15, 20, 25 или 30% на максимальных пакетах. Чтобы долго вам не объяснять и не забивать вам голову, я выделю вот это в условных единицах. 6% на первых этапах, потом 8, 10 и на максимальных пакетах 12% от оборота меньшей ветки. Чуть дальше мы посмотрим примеры, вам стоит более понятно. Но здесь главное понять, что вы получаете в 2 раза меньше группового бонуса, когда вы находитесь на пакетах 100 или 200 уе. Это вообще не бизнес пакет, это не рабочие пакеты. Как бы бизнес пакета начинается с 600. Вот 600, 1800, 3000 вот это бизнес пакеты. 100, 200, 400 это больше клиентские пакеты, поэтому выплаты там минимальные. Старайтесь как минимум зайти на 600 уе, а еще лучше на 3000 сразу, чтобы потом уже не было головной боли. Тем более, что все остальные бонусы вы тоже получаете максимально на пакете 3000 уе. Теперь давайте посмотрим, как строится ваша команда и какую стратегию мы предлагаем. После того, как вы зарегистрировались и оплатили свой аккаунт, крайне желательно зарегистрировать еще 2 аккаунта на свое имя, либо имя своих родственников. Таким образом, вы получаете 3 бизнес центра. Да, вот это второе и третье место тоже нужно оплатить как минимум на 25 уе, чтобы они были активированы и чтобы вы могли их поставить в бинар. Потому что пока человек не оплатит даже 25 долларов, вы не можете его разместить в бинарную структуру. Ну вот вы это сделали, у вас золотой треугольник, все классно. Вы подключаете первого партнера и размещаете его, например, в левую ветку под свое второе место слева, но регистрируете его по реферальной ссылке первого места. Таким образом, второму месту вы уже делаете перелив. Для чего делается золотой треугольник? Для того, чтобы у вас в перспективе второе и третье места тоже давали доход. То есть, это в перспективе доходные бизнес центры, под которыми вы формируете товарооборот в одной ветке. И пока что второе и третье места вы не трогаете. Вот просто оплатили на 25 и все, они есть в дереве и о них пока забудьте. Вы подключили первого, после этого подключаете второго партнера и размещаете его под третье место влево. Он у вас в правой ветке, но вы размещаете его влево. И все ветки вы размещаете именно идущими влево. Почему, чуть дальше я вам объясню. Следующего партнера, третьего, вы подключаете, например, сюда, под первого влево. А четвертого вы размещаете под второго влево. И таким образом у вас формируются два направления. У вас есть левая ветка, первая, и правая ветка, вторая. И таким образом ваше первое место развивает две ветки. И вы получаете доход от товарооборота меньше из этих веток. Вы зарабатываете процент, который соответствует вашему уровню. Максимально это 12% от оборота меньшей ветки. Но проходит какое-то время, эти ветки разогнались. И первая, и вторая. И в компании APL вы можете еще запустить 7 веток. То есть всего у вас может быть 9 веток. И когда вы на пакете 3000, у вас открывается возможность создания еще одной ветки. Но не ранее, чем через месяц. То есть одну ветку вы можете добавлять в месяц. Вы ставите еще одного четвертого себя, под себя первого. И развиваете эту ветку. Это у вас третья ветка. Со временем вы можете и пятую ветку запустить. И шестую, седьмую, восьмую и девятую. И получать доход из восьми минимальных веток. Какая-то всегда будет опережающая. Из восьми веток вы можете получать доход. Причем доход здесь ограничен суммой в 10 тысяч евро в неделю. С одной ветки. А значит со всех восьми веток вы можете зарабатывать до 320 тысяч евро в месяц. Или 80 тысяч евро в неделю. Для этого и сделан девятенар. Вы можете запустить еще семь веток, кроме этих двух. Кроме того, у компании бывают промоушены. И вы со временем сможете использовать. Например, вы подключаете под первое место двух человек на 600 в неделю. И получаете возможность открытия нового места. Компания вам его дарит. Новое место уже на 600 уе. Да, при этом вы ничего не зарабатываете, но вы имеете статус, дающий 10% от бинара, что само по себе очень хорошо. Поэтому вот это четвертую, пятую, шестую вы будете открывать по мере того, как у вас уже запустятся первая и вторая ветка. И они дают вам доход. И вы знаете, что там уже есть лидеры. И вы уже можете туда не так много времени уделять. Вы тогда открываете следующую, четвертую, пятую ветку и так далее. Поэтому доход здесь не ограничен вашим доходом от первой и второй ветки. Ну а со временем, когда, например, у вас будет желание, вы сможете развивать второе место. Ведь здесь же уже большой товарооборот. И вы начинаете развивать его вовнутрь вот сюда, строя под него уже вправо. То же самое и по третье место. Под ним уже есть большой товарооборот слева. Вы начинаете развивать справа. Единственное, нужно учитывать, что для того, чтобы получать деньги в бинаре, нужно выполнять два условия. Первое. Вам самому нужно быть активным, то есть оплачивать свою минимальную активность ежемесячно. И хотя бы одного лично приглашенного слева и одного лично приглашенного справа нужно иметь активными. И естественно у вас здесь они есть. Но представим, что в этой ветке вот в левой у вас большие товарообороты, а лично активных нет. Представим, например, и вы об этом знаете, вы отслеживаете это в кабинете, и вы берете, оплачиваете свое второе место, и тогда оно у вас активно. У вас вся ветка активная, и вы при помощи вот этих двух мест можете контролировать активность всего своего бинара. Если вдруг где-то какой-то личник не оплатил, например, вы только одного поставили в эту ветку, остальных всех в правую. И этот человек не оплатил, хотя здесь, например, опережающие обороты. Это может быть переливные обороты, спонсорские обороты, потому что одна из веток у вас может получать спонсорский перелив, на это надеяться особо не надо, но такое бывает. И вы поставили всего лишь одного человека, и он перестал быть активным. А большое количество баллов здесь. Вы оплачиваете в свое второе место, и тем самым в этой ветке у вас есть активность. Все, вы вопрос решили. Надеюсь, что это понятно, мы пойдем чуть дальше. Итак, ваша структура будет выглядеть примерно так. Если вы будете партнерам объяснять, что здесь выгодно иметь именно золотой треугольник, они будут строить золотые треугольники, и будет все так, как на этом рисунке. Но если человек, например, вот здесь не поставил себя лично, со временем он поймет, что надо было поставить, и он себя где-то там поставит. В любом случае, это дополнительные товарообороты, и это возможность этих людей и контролировать бизнес, и иметь еще дополнительные доходные бизнес-центры. Поэтому это самая лучшая стратегия золотых треугольников. Это обходится всего лишь 25 долларов. Если место не активируется, тогда раз в полгода его нужно активировать на 25 долларов, и оно сохраняется, и дает вам в перспективе доходные бизнес-центры. Теперь посмотрим, что происходит, когда вы вошли, например, на пакет 200 УЕ. Ваши партнеры тоже к вам подсоединяются на пакет 200 УЕ, и это нормально, они вас просто повторяют. Вы подключили человека и заработали от этого 20 УЕ. Ну, хорошо, что-то заработали. Подключили второго на 200 УЕ, и заработали 20 УЕ, и еще 12 от группового или бинарного бонуса. Итого, в этом случае вы заработали 52 УЕ, то есть, группа 25% от своего входа, своих вложений в бизнес. Вы заработали четвертую часть от вложений. Смотрим, что происходит, если вы на пакете 600. Принцип тот же, но цифры немножко другие. К вам приходят люди уже более высокого уровня, потому что вы сами на уровне 600. И когда вы пригласили одного, вы заработали уже 105 УЕ, пригласили второго, заработали 105 плюс 60 УЕ, и таким образом вы заработали 270 УЕ. То есть, вы почти половину своих вложенных средств заработали, пригласив двух человек. В первом случае, вы заработали четвертую часть от этих средств. Ну, а если вы на самом высоком, в самом выгодном пакете, принцип тот же, но цифры опять же меняются. Пригласив партнера на 3000 УЕ, вы зарабатываете 600 УЕ. Пригласив второго, вы зарабатываете 600 плюс 360 группового бонуса, и того вы заработали 1560 УЕ. Больше, чем 50% от вложенных вами средств на входе. Вот в чем разница. Поэтому я не рекомендую смотреть на вот этот минимальный пакет 100 и 200, если вы пришли делать бизнес. Как минимум 600, лучше 3000. Следующий бонус лидерский или мэтчинг бонус. Это бонус от бонуса. Доход от дохода. И здесь очень высокие проценты. Кстати, групповой бонус бинарный, это тоже очень высокий процент. 12, потому что очень мало компаний дают 12% в бинар. Очень мало. Обычно это 10, иногда 8 и даже ниже. Здесь 12%, но на пакете, конечно, 3000. Итак, лидерский бонус дает вам доход от дохода ваших лично приглашенных партнеров, от группового бонуса и тех, кого пригласили они. То есть от всей своей команды до 7 уровней вы получаете этот вид дохода. И это очень круто. 20% с первого уровня это круто, 10% со второго это очень круто. А то, что есть 3, 4, 5, 6, 7 уровни, это вообще практически нигде не встречается. Поэтому здесь очень высокий уровень доходов по лидерскому бонусу. Но, конечно, для этого нужно, чтобы ваши люди, ваша команда зарабатывали. Простой пример. Если вы пригласили партнера и он заработал 1000 евро в неделю или в месяц, вы зарабатываете от этого лидерский бонус в размере 200 евро. Пятую часть 20% и так далее. Здесь все просто, даже схемы не нужны. Главное понять, что чем больше зарабатывает ваша лично приглашенная команда, тем больше зарабатываете вы. Тем более, что в каждом уровне количество людей растет. Например, в первом уровне вы пригласили 5 человек, а во втором уже будет 25. А в третьем будет 125. И это выводит на очень большие доходы от лидерского бонуса. И четвертый бонус, который мы рассмотрим, это структурный бонус. Он рассчитывается от вторичных закупок вашей команды. То есть от ежемесячных повторных закупок в вашей команде. И здесь важно понимать, что если вы на пакетах от 100 до 1800 условных единиц, то вы получаете 5, 6, 7, 8, 9, 10% соответствующих уровней. Но если вы на пакете 3000, вы получаете сразу же 10% от оборотов с первого по шестой уровень. Вот опять же большая разница пакета 3000 уе. На каждом бонусе я это подчеркиваю, потому что это так и есть. А когда вы выходите на соответствующие лидерские уровни, то вы начинаете получать с 7 уровня и со всей глубины своей структуры. От 1 до 2,5%. Это очень большие деньги. Здесь я думаю, вы уже понимаете, что во втором уровне людей будет больше, чем в первом. В третьем еще больше, в четвертом еще больше и так далее. Поэтому 10% с глубины это очень большие деньги. И это ваш пассивный доход, потому что многие люди приходят чисто на продукт. Они делают бизнес или не делают, но продукт они покупают. И давайте посмотрим, чему это приводит. Минимальная вторичная закупка в компании PILGO это 50 уе, около 30-40 евро. Это 2 продукта, которые стоят по 25 уе, например, стоп и слайд. И это получится всего лишь по 2 дрожжа в день. То есть на месяц человек осуществляет профилактику, это такая минимальная программа, но он же не один в семье. Он хочет, чтобы его дети потребляли продукт, внуки, родители. И он естественно берет больше. Но когда у вас партнерская сеть всего лишь 100 человек, и даже при том, что они берут на 40 евро, вот эти 2 продукта, вы уже получаете 400 евро. Что такое 100 человек? Ну это несколько месяцев работы даже для клиента. И 400 евро ежемесячно пассивного дохода от потребления, это уже круто. Но когда в структуре уже 1000 человек, это дает вам 4000 евро ежемесячно. А это тот доход, к которому уже стремится большинство сетевиков и не имеют его. Но здесь за счет уникальности, универсальности продукта, его востребованности, вот создать такую партнерскую сеть очень просто. Ну а когда в вашей сети уже 10 тысяч человек, то соответственно ваш доход на уровне 40 тысяч евро ежемесячно. И это уже более чем финансовая свобода, финансовая независимость. С такими деньгами вы уже можете жить в любой стране мира. И чтобы создать структуру в 10 тысяч человек, нужно поработать несколько лет. Кому-то один год, кому-то два, кому-то три. У каждого свои темпы. Ну давайте посмотрим варианты. Представим, что вы пригласили всего лишь двух человек. И это естественно, потому что для бинара, чтобы получать от бинара, нужно пригласить одного влево, одного вправо. То есть каждый будет стремиться как минимум к тому, чтобы пригласить двух человек и получить доход от бинара. Потому что когда они начнут приглашать, бинар растет, доход растет. И это обоснованно. В этом случае, если у вас команда уже выстроилась на 6 уровней, в ней 126 человек. И это дает вам ежемесячный пассивный доход на уровне 500 евро. Вы пригласили только двух. А если вы пригласили третьего человека, что само по себе не сложно, когда уже пригласили двух. То до 6 уровней это 1092 человека. И это ежемесячный пассивный доход больше 4000 евро. Вот уже нормально. Но вы только трех пригласили. Они вас повторили. И до 6 уровней вот такие цифры. Если вы стали хорошистом, пригласили четырех человек. Классно. Вы не двоечник, вы не троечник, вы хорошист. В вашей команде до 6 уровней уже 5 с лишним тысяч человек. И это дает вам уже ежемесячный пассивный доход в 21800 евро. Можно продолжать. Например, 5 человек, если идет дубликация, дают вам порядка 65 тысяч евро. А это 80 тысяч долларов ежемесячно. Но вы пригласили всего лишь 5 человек. А есть люди, которые приглашают 10, 20, 50 и даже 100 человек. И кто из них будет в вашей команде, вы не знаете. Но от них вы будете получать 10% от товарооборота всей структуры. Поэтому первый год. Потому что на второй, третий год это можно сделать гораздо проще. И большее количество людей это сделает. Но а в первый год, миллион евро. Давайте посмотрим, что для этого нужно. Конечно, нужно сразу войти на большой пакет. На 3000 евро. Чтобы ваши партнеры вас повторяли. Потому что наш бизнес это бизнес дубликации. Вам нужно пригласить как минимум двух активных партнеров в первый месяц. Не просто двух, которые будут оплачивать. А двух, которые будут строить команду. Для того, чтобы найти двух таких, может быть придется пригласить 5, 7, 10. У каждого по-своему. Но если вы пригласите двух сетевиков, которые поймут этот маркетинг. Они начнут быстро строить бизнес. Поэтому в первую очередь ориентируйтесь на сетевиков. Которым нужно доказывать, что сетевой бизнес хорошо, что продукт хороший. Что это нужно делать. У них есть уже понимание и внутренняя мотивация. Но и даже когда вы пригласили двух. Вам на этом не надо останавливаться. Вам нужно каждый месяц или каждую неделю приглашать 2 и более новых партнеров. И чем более широкая будет ваша сеть, тем быстрее вы найдете те золотые кораблики, которые помогут вам зарабатывать миллион евро уже в первый год. Ну давайте посмотрим, как это развивается чисто по бинару. Мы пока берем вот только бинар. Его можно проще рассчитать и посмотрим. Вы пригласили одного слева, одного справа. Они вас повторили. Либо вы им помогли. И у вас уже 2 слева, 2 справа. Потом это уже 4 слева, справа. И это можно делать быстро. На самом деле первых двух можно пригласить уже в первые 2-3 дня. Именно так и нужно строить бизнес. Но когда это начинает дублироваться, давайте посмотрим, что получается. Уже в первый месяц вы реально можете создать команду из 32 человек. Это сложно? Ну на самом деле для этого надо поработать. Но это не только ваши усилия. Это уже усилия тех людей, которых вы пригласили. И чем лучшего качества вы пригласили партнеров, тем быстрее у вас будет строиться команда. У нас, например, в первый месяц команда на уровне 80 человек или больше. Ну а мест больше 240. Потому что мы людям объясняем, что нужно брать 3 бизнес-центра, строить золотой треугольник. Вот 246 мест за первый месяц. То есть это более чем реально. Во второй месяц мы идем на увеличение. И во втором месяце представим, идет удвоение. У вас уже 64 партнера. Хотя может быть и больше. В третьем месяце 128. В четвертый 256. Но вот это все можно сделать и в два месяца, если хорошо постараться. И 256 партнеров иметь уже в первый месяц. То есть у каждого темпы свои. Дальше мы берем удвоение через два месяца. На четвертый месяц 256. На шестой 512. На восьмой 1024. 2048. 496. В общей сложности за год, за 12 месяцев. Восемь тысяч команды. Это реально? Это более чем реально. Потому что с таким продуктом, таким маркетингом, с такой компанией можно и больше в первый год создать команду. Например, в наших планах гораздо большая численность структуры. Но каждый принимает свое решение для себя. Смотрим дальше. Вот график. Он уложен примерно в эти цифры. Он даже меньше, чем те цифры, что в таблице. Потому что в таблице на 12 месяц вы зарабатываете 737 тысяч евро. А по графику вы зарабатываете на 12 месяц 400 тысяч евро. На 11 месяц 300 тысяч евро. Здесь 230, 180 и так далее. То есть это вполне реальные цифры, если ваша команда развивается. И она растет в геометрической прогрессии, не столь быстро. Можно это каждый месяц расписать и вы получите еще большие цифры. Но мы здесь уменьшали вдвое. То есть не каждый месяц мы увеличили в два раза, а раз в два месяца. Ну и что получается? Заработать миллион фактически вот с такими темпами вы сможете уже за 10 месяцев. Даже не дойдя до чеков 400. Вот здесь укладывается уже миллион. Или если посчитать с 5 по 11 месяц, тоже укладывайтесь в миллион. Естественно с 8, 9 по 12 тоже может быть миллион. То есть вы сами решаете, какими темпами будет развиваться ваш бизнес. Но миллион евро в первый год это вполне реально. И мы настроены на такой результат и даже больше. Потому что мы хотим в нашей команде порядка 10 человек вывести на миллион евро в первый год. И мы считаем это вполне реально, хотя нашей команде всего лишь один месяц. Итак еще раз, как же заработать миллион евро за первый год? Мы уже говорили купить стартовый пакет на 3000 сразу. Пригласить в бизнес двух активных партнеров в первый месяц или больше. Не останавливаться на этом и приглашать ежемесячно двух и более новых партнеров. И продолжать при любом результате. Представим, что вы не смогли заработать миллион за первый год. Представим, что вы заработали в 10 раз меньше. И за год вышли не на 400 тысяч евро, а например на 50 тысяч евро в год. Или даже 23 тысячи евро в год. И это разве плохо? 23 тысячи евро в месяц через год это очень крутой результат. Потому что это уже залог того, что в следующем году вы заработаете полмиллиона. А в третий вы уж точно заработаете миллион. Поэтому не расстраивайтесь, если ваши темпы не совпадают с этими таблицами и графиками. У вас в какой-то момент может произойти взрыв, когда появится суперлидер в вашей команде. А потом второй, а потом третий. Ваша задача просто идти. Идти не месяц, не два, не полгода. Идти год, второй, третий. Чтобы вы точно заработали не один миллион евро в компании APL GO. Итак, вопрос, сколько можно зарабатывать в APL GO, зависит только от того, какое решение вы для себя принимаете. Хотите зарабатывать тысячу евро в месяц? Без проблем. Хотите 10 тысяч? Тоже без проблем. Если вам нужно 10 тысяч в день, вы тоже этого достигнете. Может быть в первый год, может быть во второй, может быть в третий. Поэтому нужно сразу ставить перед собой глобальную цель. И идти к ней не месяц, два, три. А год, два, три, может быть пять. Потому что лучше вы ничего не найдете. Логистика совершенная. Продукт уникальный. Маркетинг самый доходный. Я думаю, после сегодняшнего видео вы это поняли. Остается только приложить ваши усилия, для того, чтобы достигать тех целей, которые вы хотите достичь. И на этом все. Если видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и развивайте активно бизнес APL GO. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok